Функциональные стили речи – исторически сложившаяся система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения. Разновидность литературного языка, выполняющая определенную функцию в общении. Характеристика. Функциональные стили. Во избежание путаницы с другими значениями слова «стиль» иногда называют языковыми жанрами, функциональными разновидностями языка. Каждый функциональный стиль обладает своими особенностями использования общей литературной нормы. Он может существовать как в письменной, так и в устной форме. Традиционно выделяют пять основных разновидностей функциональных стилей речи, различающихся условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности – научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный. Последнее время ряд ученых говорит о религиозном функциональном стиле, исследования которого в советское время по понятным причинам не приветствовались. Научный стиль. Научный стиль. Стиль научных сообщений. Сфера использования этого стиля. Наука и научные журналы. Адресатами текстовых сообщений могут выступать ученые, будущие специалисты, ученики. Просто любой человек, интересующийся той или иной научной областью автора межитекстов данного стиля, являются ученые, специалисты в своей области. Цель стиля можно назвать описание законов, выявление закономерностей, описание открытий, обучение и т.п. Основная его функция – сообщение информации, а также доказательство ее истинности. Для него характерно наличие малых терминов, общенаучных слов, абстрактной лексики, в нем преобладает имя существительное, немало отвлеченных и вещественных существительных. Научный стиль существует преимущественно в письменной монологической речи. Его жанры – научная статья, учебная литература, монография, школьное сочинение и т.д. Стилевыми чертами этого стиля являются подчеркнутая логичность, доказательность, точность, официально деловой стиль. Деловой стиль используется для сообщения информирования в официальной обстановке. Этот стиль служит для оформления документов, законов, приказов, постановлений, характеристик, протоколов, расписок и справок. Сфера применения официально делового стиля – правоавтор, юрист, правовед, дипломат и просто гражданин. Адресуются работы в данном стиле государству, гражданам государства, учреждениям, служащим и т.д. С целью установления административно-правовых отношений. Этот стиль существует чаще в письменной форме речи, тип речи, преимущественно рассуждение, вид речи, чаще всего монолог, вид коммуникации, общественная. Стилевые черты – императивность, точность, не допускающая двух толкований, стандартизированность, отсутствие эмоциональности. Основная функция официально делового стиля – информационная. Для него характерно наличие речевых клише общепринятой формы изложения, стандартного изложения материала, широкое использование терминологии и номенклатурных наименований, наличие сложных несокращенных слов, аббревиатур от глагольных существительных, преобладание прямого порядка слов. Публицистический стиль. Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой информации. Он встречается в жанрах статьи, очерка, репортажа, фильетона, интервью, ораторской речи и характеризуется наличием общественно-политической лексики. Логичностью, эмоциональностью этот стиль употребляется в сферах политико-идеологических, общественных и культурных отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а для широких слоев общества. Причем воздействие направляется не только на разум, но и на чувство адресата. Для него характерны отвлеченные слова с общественно-политическим значением. Задача – сообщить информацию о жизни страны, воздействовать на массы, сформировать определенное отношение к общественным делам. Стилевые черты – логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность, разговорный стиль. Разговорный стиль служит для непосредственного общения, когда автор делится с окружающими своими мыслями или чувствами. Обменивается информацией по бытовым вопросам в неофициальной обстановке. В нем часто используется разговорная и просторечная лексика. Отличается большой смысловой емкостью и красочностью, придает речи живость и экспрессивность. Обычная форма реализации разговорного стиля – диалог. Этот стиль чаще используется в устной речи. В нем отсутствует предварительный отбор языкового материала. В этом стиле речи большую роль играют в ней языковые факторы. Мимика, жесты, окружающая обстановка, языковые средства разговорного стиля. Эмоциональность, выразительность разговорной лексики, слова с суффиксами, субъективные оценки, употребление неполных предложений, вводных слов, слов-обращений, междометия, модальные частицы, повторы, жанры, диалог, личные письма, личные записки, телефон. Художественный стиль. Художественный стиль используется в художественной литературе. Он воздействует на воображение и чувства читателя, передает мысли и чувства автора, использует все богатство лексики, возможностей разных стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью речи. Эмоциональность художественного стиля отличается от эмоциональности разговорно-бытового и публицистического стилей. Эмоциональность художественной речи выполняет эстетическую функцию. Художественный стиль предполагает предварительный отбор языковых средств. Для создания образов используются все языковые средства. Жанры эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, басня, ода, гимн, песня, элегия, санет, эпиграмма, послание, поэма, баллада, трагедия, комедия.